Владимир Шишенков охраняет деревянную веранду в своем историческом доме немецкой постройки начала 20 века как музейную ценность, ведь она яркий образец деревянного зодчества в архитектуре прибалтийских городов. В городской администрации есть такая программа сохранения исторического наследия деревянного зодчества. Надеюсь, что моя веранда попадет в эту программу и в конце концов ее восстановит такой же, которой она была и в те далекие времена. Деревянная резьба, некогда визитная карточка города, стремительно исчезает. Собственники домов в исторической зоне уничтожают ценные деревянные элементы во время ремонта или перестройки зданий. Они не согласовывают реконструкцию с городской администрацией, хотя по закону должны это делать. Максимум, что им грозит – штраф. Но даже если он будет выплачен, это не поможет восстановить утраченные исторические детали. Таких фасадов осталось меньше 15% на территории города Зеленоградска, ранее существовавшей архитектуры. Много стекла, много дерева, много света – традиционная деревенская архитектура Курской косы. Неравнодушные жители Зеленоградска хотят, чтобы их город не потерял этот стиль. Многие находят старые фотографии своих домов до реконструкции и сравнивают их с нынешними. Конечно, все это хочется отремонтировать, покрасить, обновить. Здания прекрасные, просто прекрасные. Программа сохранения исторического наследия города рассчитана до 2018 года. Ею охвачено всего 26 домов с деревянной резьбой. Большое число зданий в программу не вошло из-за ее ограниченного бюджета. Да и деньги на восстановление исторического облика города еще только предстоит найти. Восстановление двух этих веранд будет стоить 500-600 тысяч. На восстановление веранд, я думаю, около трех месяцев уйдет по предварительным подсчетам. Рисунок деревянной резьбы в Зеленоградске уникален. В украшениях зашифрованы фольклорные коды. Мировое древо, образы животных, птиц – особая тема дракон, которого больше нет ни в одном прибалтийском городе. Возрожденный он, по задумке архитекторов, должен стать новым туристическим брендом Зеленоградска. Продолжение следует...